Автор выставки Евгений Юрьевич Волошин в свое время работал секретарем Анапского горкома КПСС и председателем горосполкома. Город знает с его проблемами и достижениями, красивыми уголками, помнит, как курорт преображался на рубеже веков. На аллее расположены 8 стендов, скомпонованных по темам. Город воинской славы, природные богатства, сельское хозяйство, спорт и, конечно, история от древней горгипии. Пользу выставки оценили гости курорта. По сути, это емкая по информации экскурсия. Нам понравилось, что мы могли посмотреть вот эту вот набережную, где там, как там, что было раньше, потому что мы сюда уже много лет ездили. Набережная, город, да, улучшается, чище, красивее становится. Анапчанин Василий Иванович Храбров жил когда-то на этом самом месте, где расположена фотовыставка. И, конечно, с интересом изучил ее. Он был в числе первых строителей морпорта, восстанавливал город после Великой Отечественной войны, ценит и знает историю Анапы. У нас сейчас Анапская. А как она называлась? До сих пор еще называется Николаевский привоз. И улица Шевченко тоже называлась Николаевская. Улицы у нас Астраханская, Владимирская, Терцкая. Вот Протапова, даже Рава Гудович освобожали. А это названо через русский полков, который освобождал Анапу от Турок. Эта выставка открылась при поддержке администрации города-курорта. Свои работы предоставили известные мастера фотодела супруги Улько, Светлана Ковальчук, Максим Забугровский, Галина Алтухова и другие. Золотое правило любой выставки – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тем более, когда выставляются фотографии. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.